МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тарис из Германии, Тайшон Колкют из США и итальянец Антонио Маджо, которые, видимо, прилетят чуть позже. Большинство из молодых талантов настроены на победу, так конкурсантка из Молдовы Лидия Исак очень хотела бы повторить достижения своей соотечественницы Натальи Гордиенко, которая в 2007 году получила на новой волне Гран-при. Это конкурс, не знаю, очень-очень на большом уровне, и для меня это будет просто незабываемое впечатление и новые знакомства, и вообще супер. Семь лет никого не было, и я в этом году попытаюсь показать все, что я могу. В этом году среди конкурсантов много участников известных телешоу. Четвертьфиналист проекта «Голос» и участник новой волны 2014 от России Нодар Ревиа рассказал Микс ТВ о том, поможет ли ему сценический опыт и общается ли он со своей наставницей Пелагеей. Однозначно это поможет. Это совершенно другой уровень, совершенно другой конкурс, другой, нежели те телепроекты, в которых я уже участвовал. Так что посмотрим. Естественно, опыт есть, это хорошо. В Пелаге мы ездим на гастроли, на совместные гастроли. Я вместе с Георгием Мелькишвили в ее программе в гастрольной, и мы постоянно с ней ездим, куда бы она ни выезжала. Участники конкурса «Плодоплодисменты Рижан» прошлись по красной дорожке возле торгового центра Орегас, пили хит-конкурса «Юрмала» и поучаствовали в фотосессии. Вместе с конкурсантами в Ригу прибыла главный режиссер новой волны Александра Ревзин, причем не один, а с двумя питомцами-собачками, пород Чихуахуа и Малтийская баллонка. Александр Давыдович уехал с привокзальной площади первым. Конкурсанты тоже довольно быстро в фирменном автобусе новой волны отправились в Юрмалу. И уже сегодня ребят ждет первая репетиция. Добрались в Юрмале, пока в Риге, но скоро в Юрмале. Через несколько часов начинается репетиция. Я очень надеюсь, что наши надежные партнеры «Микс Медиа Групп» будет правильно, достоверно и, главное, интересно вести репортажи замечательного конкурса «Новая волна».